Страх темноты у меня с самого детства. Всегда казалось, что там позади от меня есть нечто, что наблюдает за мной. Когда мне было лет пять или семь, я просто боялся оставаться один в темноте. Думаю, это проблема многих детей, но у меня она была, как бы сказать, выражена слишком ярко. Естественно, родители об этом знали. Я ходил по психологам, на свой одиннадцатый день рождения я получил набор взрослых книжек по самовынушению, психологии и прочей, простите, всякой фигне. Все сводилось к тому, что я должен был якобы побороть свой страх, оказавшись в его естественной среде. Иначе говоря, встать посреди темной комнаты, без любых источников света, вплоть до телевизора, представить, что оно сейчас находится позади меня, но не оборачиваться, не включать свет, вообще ничего не делать. Максимум меня хватало секунд на пять. Пробуя раз за разом, я не видел никакого результата и, честно говоря, забил. Решил, что уже справлюсь как-нибудь. Время шло, я повзрослел, закончил школу, институт, устроился на работу, встретил девушку. Женился. Ребенок родился. Слава Богу, мой страх темноты ему не передался. Думая об этом, пришла мне в голову дурацкая мысль. А попробую-ка я еще раз. Вдруг что-то изменилось. Страх ушел. В общем, жена с ребенком уехали к тещи на выходные. Я же остался. Наверное, около часа ночи я погасил в доме весь свет, встал спиной к коридору, соответственно, лицом в комнату. Стою, жду, а в голове страху нагоняю. Минута прошла. Наверное. Я уже был решил, что все, страх детства пропал. Но в тот момент позади себя я услышал шурохи. В голове пронеслось. Все хорош. Хотел сделать шаг вперед, свет включить, но замер, не пройдя и полуметр. Я ведь говорил, что стоял лицом в комнату, верно? У нас там шкаф с зеркалом, в отражении которого я увидел глаза, что возвышались над моей головой в сантиметрах пятнадцати. И без того было темно. Но пространство, позади меня, занимало фигуру, которая была еще темнее, еще более отчетливо видно. Темнота, которая выделяется из темноты. Оцепнение спало. Я побежал к выключателю, но не смог сделать и пары шагов, упал. На этом для меня все и закончилось. Теряя сознание, кажется, я услышал тихий шепот из-за спины. Я ждал тебя. Разбудила меня утром жена. Глаза жены расширились от удивления. Что с волосами? Ты когда успел? Это мода такая? Я поднялся. Посмотрел в зеркало. Волосы от середины уха вниз были пепельно-серого цвета. Седые. Я? Тебе опять эти с третьего этажа неформалы приходили? Вы друзья теперь? Они тебя так размалевали? Да нет. Какие друзья? Нет, не знаю. Когда жена прошла в спальню, в нашу квартиру огласил крик. А это еще что? Ты чего с обоими сделал? Я вошел следом. Посреди комнаты, прямо на стене, была надпись. Я всегда был рядом. Субтитры создавал DimaTorzok